добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел бы поговорить о доме корнилия 10 глава книг деяний апостолов 44 стиха когда петр еще продолжал эту речь дух святый сошел на всех слушавших слова и верующий из обрезанных пришедшие с петром изумились что дар святого духа излился и на язычников ибо слышали и говорящих языками величайших бога тогда петр сказал кто может запретить креститься водой тем которые как и мы получили святого духа и велел им креститься во имя господа иисуса потом они просили его побыть у них несколько дней дом корнилия один из очень показательных примеров крещения в духе святом во первых корнилий был римским воином и дом его большей мере состоявший из римлян не был близок иудейской религии некоторые из его рабов были евреями кто-то были греками некоторых он привез вместе с собой из походов месопотамию то есть это была такая сборная солянка различных людей различных культур различных религиозных мировоззрений однако корнилий был человеком ищущим бога и он очень хотел получить спасение которым постоянно говорил ему бог апостол петр пришел по его зову к нему в дом что было очень необычно не только для того времени но и наверное для сегодняшнего и ел вместе с ним он проповедовал и когда он говорил слово божье в тот момент когда эти люди уверовали в иисуса христа не внешне выразили свое покаяние не произнесли слова которые ожидаем сегодня мы тех людей которые принимают бога а где-то внутри сердца родилась вера в этот же самый момент бог крестил их духом святым и они начали говорить на иных языках мы узнаем об этом потому что петр дискутируя с пришедшими вместе с ним иудеями он говорит разве мы можем запретить этим людям креститься в воде если бог сам уже крестил их духом святым и мы видим это потому что они говорят на иных языках смотрите крещение несмотря на то что к рождение свыше и крещение в духе святом это были одномоментные события 2 произошедшие в один момент это все-таки разные события которые нам стоит разделять таким образом а дом корнили это достаточно показательный пример того что бог может крестить человека в момент покаяния и и и и